Броня Победы. История танка Т-34. Пожалуй, и формата книги будет мало для того, чтобы описать сложную, предвоенную и не менее сложную военную судьбу этого танка. В некоторых странах он стоит на вооружении и успешно ведет боевые действия и в наши дни. Но для нас судьба Т-34 неразрывно связана с достижением Победы в Великой Отечественной войне. Боим огнем и маневром танк вел за собой в атаку наших пехотинцев. Броней сдерживал удары врагов. На полной скорости ходил в лихие атаки на полях под Курском против тяжелых тигров и пантер. А в конце войны, наматывая на гусеницы сотни километров восточноевропейских дорог и расстреливая по пути из нового мощного орудия уже королевских тигров, довез наших танкистов до площадей и улиц Берлина. Сегодня мы вспомним основные этапы развития и эволюции танка Т-34. Итак, на пороге войны. К концу 30-х годов грядущий мировой конфликт обретал все более четкие очертания. Страны Европы усиленно вооружались. Со времен неповоротливых стальных монстров Первой мировой сменилось уже целое поколение бронемашин и танков. Прошлое постепенно уходили и разработки начала 30-х. Стране требовалась боевая бронированная машина, уверенно действующая в прорыве и в обороне. Работы над новой машиной начались в Харьковском КБ завода номер 183 под руководством легендарного отца танка Т-34 Михаила Ильича Кошкина. Уже опытный в ту пору конструктор возглавил с энтузиазмом работы по новому танку. В короткие сроки харьковчане предложили целых два варианта будущей машины. С индексами А-20 и А-32. 20-й оказался легче, чем нужно и не имел потенциала к модернизации. А вот 32-й военным понравился. Первая ласточка. Такими словами у стен Кремля встретил Сталин новенькие, производившие хорошее впечатление, приземистые и крепко сбитые машины. Во время их показа высшему руководству СССР 17 марта 1940 года. А уже 31-го числа танк встал на производственные линии. Стране требовалось как можно больше первоклассных машин. Новые танки нужно было показать военным в Москве. История перегона первых двух ласточек своим ходом из Харькова в Москву вне дорог общего пользования даже легла в основу художественного фильма, который, впрочем, больше похож на вынесу. Водители, испытатели, носик и дюкалов, сидевшие за рычагами двух машин все 750 километров пробега, продемонстрировали и неплохую маневренность танка перед военным руководством. Лишь одно событие омрачило рождение легенды. От пневмонии скончался Кошкин, когда уже простуженный сильно промок, помогая вытаскивать застрявший Т-34 на переправе. Его дело развития новой боевой машины продолжил Морозов, соратник и ученик. В грозные годы войны к 22 июня 1941 года в танковых частях и соединениях РК имелось чуть больше тысячи новых машин. В первых же приграничных боях новая машина отличилась. Она не только показала себя с лучшей стороны в бою, но и вызвала уважение со стороны противника. За годы войны было выпущено свыше 53 тысяч экземпляров Т-34 всех серий и модификаций. А выпуск свыше 6 тысяч лицензионных послевоенных танков в совокупности сделала Т-34 самым массовым танком. И это первенство сохраняется вплоть до наших дней. В ходе войны конструкция Т-34 постоянно модернизировалась и дополнялась новыми элементами. Основной задачей было удешевить стоимость и трудоемкость его производства. Вместе с тем старались увеличить его боеспособность. Т-34 стал танком победы. Вынес на себе основную тяжесть боев и длинных маршей завершающего периода войны. Легендарной в то время стала надежность и ремонтопригодность машины часто чинили на коленке. Интенсивную службу Т-34 нес до конца 60-х годов во всех мыслимых земных пределах и точках света. Его характерный силуэт сложно спутать с другой машиной. Но самое важное в биографии Т-34 он стал символом великой победы. Как тогда в 1945 году парадный отряд этих танков каждый год проезжает 9 мая по Красной площади. А по всему боевому пути Красной армии в местах самых тяжелых боев на постаментах всегда будет гордо рваться вперед наш Т-34. Ч Gates Галина Натировок